Право выбирать место для ночёвок было закреплено за мною. Надо сказать, без похвальбы, что за четыре года путешествий я здорово набил глаз на этом деле. Приятели-напарники никаких претензий на этот счёт мне не предъявляли. Обычно мы останавливались в лесу, но на том отрезке пути, о котором идёт речь, лесов не было, даже какой-нибудь рощицы. Слева и справа истинно чёрная зябь или успевшая побуреть жневьё, над которым возвышались соломенные омёты. А вдоль шоссе обычная защитная полоса, где росла акация и кустарник в междурядии. Однако ещё за полкилометра я приметил купу деревьев, росших особняком за защитной дорожной полосой. Дальше расстилалось кукурузное поле и виднелись крыши каких-то построек. «Значит, здесь есть люди. А где люди, там вода, а вода всегда нужна». Я и подумал. Проеду ещё метров четыреста, сверну направо. Как раз в том месте удобный съезд с шоссе. И посигналил приятелю. Он ехал впереди, но тот либо не слышал сигнала, либо ему что-то впятилось в голову, только это место он проскочил. Уже темнело. Мы отмахали четыреста километров. Пора останавливаться. Я бурчал под нос ругательства. Мои спутники злились на моё бурчание, но неотступно следовали за впереди идущей машиной. Проехали ещё полкилометра, и Волга приятеля уперлась в глубокий ров. А за ним было поле, поросшее бурьяном, репейником и крапивой. Ну, просто райское местечко. Злорадно посмеявшись про себя, я повернул назад. Через несколько минут мы остановились у купа берёз. Всё оказалось в наилучшем виде. Хоть и тощенький, а всё-таки лес. И от шоссе нас отгораживала защитная полоса. «А куда вас понесло?» – стерживая негодование, сказал я приятелю. «Да, тут, конечно», – отвертелся он от прямого ответа. «Вот и несуйся не в свои дела», – поддержала меня жена приятеля. Пока поужинали и убрали остатки еды, стемнело. Приятель с женой легли в машине, мои спутники тоже, а мне было лень разбивать палатку, и я поставил себе на траве раскладушку. Всё стихло в лагере. Прямо надо мной горели звёзды большой кастрюли. Чем больше густел ночной мрак, тем ярче становились небесные светила, и вот уже всё небо сверкает и сияет бесчисленными созвездиями. Движение по шоссе продолжалось ещё часа два, а потом поредело. Лишь отдельные запоздавшие машины неслись бог весь куда. Всё это время я не спал и думал обо всяком, ворочался сбоку-набок, а то просто глядел на небо, откуда на землю струился жидкий свет звёзд. В ветвях берёзы что-то шевелилось и ворчало. Под это ворчание я уснул. Разбудило меня тоже ворчание, только теперь оно было громким, очень сердитым. Светало. Дремота сладостно растекалась под телу, мысли мешались, слепались глаза, но проклятое ворчание наверху мешало мне заснуть. Я вгляделся в верхушку берёзы. Ворчание шло оттуда, сверху. Там я приметил тёмное пятно и понял, что это птичье гнездо, а ворчи должно быть птица. Но на кого? Вдруг раздался неистовый писк, и я увидел огромный, ярко-жёлтый, разинутый клюв птенца, высунувшегося из гнезда. Родители этого беспокойного создания были скрыты от меня густой листвой. Между тем верещание становилось всё громче и настойчивее. Дитя, надо думать, проголодалось и взывало к родителям о завтраке. Оно верещало, а родители ворчали на своё сокровище. Очевидно, им хотелось вздремнуть час-другой. Однако птенец доконал их. Надо мной стремительно пронеслась птица и скрылась. Птенец до того широко открыл клюв, что это угрожало ему серьёзной травмой. Через считанные секунды мать вернулась, сунула в пасть младенца червяка или мошку. Тот молниеносно проглотил принесённое и заверещал ещё отчаяние. Мать улетела и тут же примчалась со свистом, разрезая воздух. Между тем птенец вопил, требуя ещё и ещё, а мать носилась взад-вперёд, таская еду. Спать мне расхотелось. И я принялся за арифметику. Мать тратила на полёт туда-обратно примерно пятнадцать секунд. Таким образом, в течение минуты она добывала и приносила в гнездо четыре порции еды. За два часа, пока продолжалась кормёжка, четыреста червяков, мух, кузнечиков и других козявок стали жертвой печушки, клюв которой был раза в три больше его ещё не оперившегося тела. Не думаю, чтобы родительница при таких темпах могла позавтракать сама. Тем более, что птенец после очередной порции просто надрывался. Требуя следующий, он истошно гласил, переполошив всё пернатое население защитной полосы и берёзовой рощицы. Поначалу я посмеивался, наблюдая за этим дуэтом. Потом меня начала разбирать злость. К концу второго часа я взвыл от кромешного ора. Пытаясь усмирить бунтующее создание, я свистел, махал руками, но птенец надрывался ещё громче. Не выдержав, я громко хлопнул ладонями. Хлопки ли мои подействовали, или птенец наелся до отвала, вопли прекратились. Мать улетела, на этот раз полагаю, чтобы и самой позавтракать, и набраться сил перед очередной кормёжкой. На востоке уже алело, а птицы всё не было. Вот, небось, набросилась на еду, подумалось мне, и тут я понял, что зверски голоден. То ли птенец разбудил во мне аппетит, то ли причиной тому был вчерашний ужин налегке. Одним словом, я должен был поесть. Сейчас же, немедленно. Кроме того, хотелось курить, а первую сигарету я выкуривал только после завтрака. Для общего завтрака было ещё рано. Мы договорились, как следует выспаться и сняться с места не раньше восьми часов. Но тогда мои поиски разбудят жену, а этого мне не хотелось. И тут мой голодный взгляд пал на кукурузное поле. На том поле, возле которого мы расположились, кукуруза имела вид воистину царственный. Она стояла могучей стеной в полтора человеческих роста, в роскошном зелёном одеянии, украшенном пышными султанами. Початки, запелённые в нежную оболочку, словно кокетливые куколки, хоронились от человеческого взгляда. И я поймал себя на мысли. Если не вкушу на завтрак на худой конец молодой кукурузы в початке, налитом молочным соком и солнечным теплом, человека несчастнее меня на свете быть не может. И тотчас возникла проблема. Как добыть хотя бы полдюжины початков? Разумеется, такое огромное поле могло принадлежать только сельскохозяйственному коллективу, вложившему в кукурузу много труда, а значит и пота. Уважая труд, пот и неприкосновенность, общественного добра, я и думать не мог о самой лёгкой операции – сорвать початки и съесть. Надо полагать, рассуждал я, что колхозный или совхозный бюджет, как и трудодень колхозника или зарплата рабочего совхоза, от этой операции пострадали бы не больше, чем на копейку, если принять во внимание воловой доход от зерна и зелёной массы. Копейка. Хм, копейка, сказано, рубль бережёт. С занятой размышлениями я не заметил, как мой приятель вышел из машины. Увидел я его идущего с ведром воды. «Где вы были?» А вон там приятель качнул головой в сторону построек. Воды набрал. «Там есть кто-нибудь?» «Сторож кукурузу караулит». Везёт же иной раз, чёрт побери. Мигом одевшись, я пошёл к постройкам. Рассвело. На бревне сидел и точил косу рыжий мужчина, лет шестидесяти, одетый в поношенный, но чистый комбинезон. Лицо его бугристое, ядрёное и нос картофелеобразной формы выглядели добродушно. Я поздоровался. Мужчина ответил приветливым кивком. «Для начала я выразил благодарность за выручку нас водой». «А чё? Вода не казённая, а родниковая, дармовая. Хоть цистерну наливайте, на здоровечко, только не лопните». Я посмеялся, но негромко, без пересола. «Воды, думаю, вам требуется немало. Одна кукуруза сколько её жрёт?» Я был в восторге от своей находчивости. Минуты не прошло, а я уже вплотную приблизился к решению проблемы. «Да, это растение водичку любит. Это точно. Уважает она воду. Только мы её не поливаем. Куда там такую-то махину поливать? Она сама влагу добывает это растение». «Отменная она у вас». «Неплохая. Да и отчего бы ей быть плохой? Не знаю, как в других краях. А у нас она с испокон веков на высоте». «Да, да. Высота каждого стебля поразительная. Зелёной массы будет много». «Это будет. Что будет, то будет. И общественным кровёнкам хватит, и нашим индивидуалам выдадут. Это единоличникам, что ли? Да что вы, этих давно уж нет. Я про тех, что коров держат в индивидуальном виде. А много их индивидуальных коров? Хватает. Теперь, слава Богу, хватает. И свиноматок, и овечек. Не жалуемся. И на корма тоже? И на корма. Только зря болтает, будто скотину одной массой кормить очень полезно. Покорми вас круглый год сахаром. Взвоите. Початки, небось, даёте? Это особо. Початки у вас великолепные. Так и просится в рот. Кому в новинку, ясно. Только мы не кидаемся на неё, на початку. У нас и овоща достаточно. И фрукты имеем. Овоща у нас тоже растут при отличном виде. Продаете, конечно. Чего? Ну, овощи, фрукты, початки. Продаю. А чего не продавать? Пожалуйста. Отец, а нельзя ли нам купить початок? Это вы в правлении. Далеко оно? Километров восемь. Да ещё рано. Никого там нет. А сколько вам надо? Тонна, пяток, надо быть, отпустить. Мне, отец, не тонна нужна, а штук пять-десять початков. Ну, ради этого дела вам в правлении топ-то нет. А как же быть? Очень хочется поесть молодой кукурузы. У нас её в банках продают. Консервированную. Не едал. От консерва прок мало. То-то и оно, а хочется свежей. Свежая она несравненно вкуснее. Да, вот. Сладкая она теперичь налила её. Очень она в теперешнем виде сладкая. В том-то и дело. Да как же быть? А очень просто. Платить да нарвите. Вот и недолг сказ. Да, но ведь поле-то колхозное. Не барское. Не могу безобразничать в колхозном поле. Это воровством называется. Да, в наши годы безобразничать вроде и не к чему. Молодёжь безобразничает. Точно. Остановит шофёр машину. И ну, рассовывать за пазуху. А я в него солью из ружья. Эх, как! Ах, ну! Взвоет! Ну вот, отец, видишь. Так может, возьмёшь с меня деньги? Не возьму, милок. Я сторож. За деньги кассир болеет, бухгалтерия. Деньги мне ни к чему. Ну, не топать же в правлении. За восемь километров, сам сказал. Это ясно будет зря. Отец, отец, скажу откровенно. Мне не просто приспичило попробовать вашу кукурузу. Я голоден. Голоден, как пёс. А жену не хочу будить. Ишь ты, незадача. И у меня поесть нечего. Скоро сменщик припожалует. Домой пойду завтракать. Да, бог с тобой. Иди, рви. Дарствую тебе дюжину початков. Ешь на здоровечка. Да не имеешь ты права дарить колхозное добро. Так что ж мне, ради десятка початок общие собрания скликать? Ха, вот бедовая твоя голова. И не придумаю, как тебе помочь. Ох, 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 ну, может, всё-таки возьмёшь деньги. Не моим. И взял бы тебя, пожалемший, да цену не знаем. Ни оптовую, ни розничную. Драть с тебя, как на базаре бабы дерут. Душа не позволяет. И даром нельзя. Сам же выразил, споёт вразвес. Солнце поднялось над ясным и чистым горизонтом. И в природе всё проснулось. Начался хор голосов, птичьих и прочих. Деревья стряхнулись с листьев ночную дрему и тоже проснулись. Всё вокруг засияло. И засияло моё лицо, осенённое благостной идеей. Ха-ха-ха. С чего это ты? Слушай, отец, твоя доля тоже есть в этой кукурузе? А как же? Трудодень получаем полноценный. Ну так напиши заявление правлению колхоза, что ты подарил заезжему человеку дюжину початков и просишь стоимость их вычесть из твоего полноценного трудодня. Напиши. Заявление, понял? Заявление. Ручка и блокнот мгновенно были изъяты из кармана, и я застрочил. Мужчина почесал оселком рыжую бороду, прошёлся по носу и зашёлся смехом. Смеялся он долго, кашляя, отплёвываясь, что-то бормочая и размахивая руками. Ух, дока, дока, ты вижу. Заявление в двух экземплярах было готово. Я прочитал текст, всё ещё корчись от смеха, дед расписался. Один тебе, другой мне, на память, сказал я, вручая ему документ, согласованный после столь долгих и противоречивых переговоров. А теперь, прошу вас, пойдите в поле и нарвите мне початков. Он сделал это с великой охотой, не переставая, впрочем, мотать головой и хихикать втихомолку. Но я не успел даже притронуться к огромным жирным початкам с пышными султанами, запелёнутыми в нежную оболочку. Мои спутники уже встали и накормили меня гречневой кашей с холодным молоком и яичницей с ветчиной. Что бы там ни говорили о калориях и кормовых единицах, это настоящая еда. А кукурузу, скажу откровенно, я вообще терпеть не могу. Ни в початках, ни в банках. Продолжение следует...